мы снова приехали на переезд смотреть поезда и вот они стоят сегодня мы будем смотреть грозовые поезда смотрите вот они стоят тут бывают и пассажирские поезда и грузовые переезд сейчас был закрыт долгое время и образовалась большая пробка едут машинки да ну какие разные автобус там проезжает смотри осматривают пути до чинят стрелку чинят смотри видишь стрелка пойдем посмотрим о ребята через переезд переезжает мусоровозка а у вас есть такая в коллекции у тебя такая есть машина тут и скорая помощь проезжает смотрите ребята а вот этот серый домик это домик дежурного по переезду и он следит за тем чтобы вовремя поднимались и опускались шлагбаумы барьеры чтобы соответственно не было никаких аварий на переезде нам потому что аварий на переезде очень страшные да страшные да на этом переезде есть тоже смотрите пешеходная дорожка вот где женщины идут и автомобильная дорожка всем своя дорога правила безопасности а еще смотрите у путей со специальная правила и они проверяют длину пути ширину пути вернее потому что если путь чуть-чуть расширился или сузился поезд по нему уже не проедет ребята мы сейчас переходим по переезду видите вот эта белая штучка это планка габарита знаете зачем она нужна планки габарита установлены на каждом пути после переезда и проверяют исправность поезда после проезда поезда посмотрим с вами как выйдет дежурный и проверить планки и если поезд планку сбил дежурный обязан остановить этот поезд потому что может быть там за поездом что-то тащится прицепилась что-то отломалась ребята а это железнодорожная стрелка пока мы ждем с вами поезда посмотрим ее технологию видите две рельсы и они расходятся а вот здесь находится сам механизм и этими стрелками вот он моторчик который передвигает и этими стрелками управляют диспетчеры да да ой стрелку перевели ничего себе замеряет ширину стрелки у дяди есть рация и он связывается с диспетчером и просит ее переводить стрелку ничего себе ребята вы видели я не успела снять обалдеть ребята смотрите проезжает бульдозер мы с вами уже смотрели видео про строительные машины заходите вы можете его посмотреть мы там рассказывали как они работают а мы все ждем поезда но дежурный уже вышел встречать поезд значит он скоро будет эти ребята зазвонил звонок и сейчас будет опускаться шлагбаум и подниматься барьеры зазвонил он предупреждает машина что вот скоро будет поезд и они вот последние должны успеть так там успела машинка там успела все опускается шлагбаум пойдемте быстрее посмотрим как барьеры у нас поднимаются вот эта красная штука это противовес потому что барьер он тяжелый его нужно поднять о какие барьеры видишь какие эти барьеры более новые чем те которые мы с тобой видели да противовес опустился барьеры поднялись смотрите как интересно устроены барьеры у них есть светоотражающие элементы и даже в темноте машина их не проедет а точно увидит потому что свет отразится а вот он светофор он горит красным и предупреждает о поезде то поезд приедет справа или слева слева правильно да там едет пойдем по смотрите ребята вон он прибывает поезд на станцию сейчас он поедет и вон он едет поезд поезда сразу с двух сторон и здесь и там смотрите обалдеть поэтому нельзя переходить сразу вслед за первым поездом потому что может следовать поезд встречного направления вот она смотри синяя электричка класс несется ну-ка давай считать сколько у него вагонов смотри у нее пантографы до соединяет с электрическими проводами ого какие сколько вагонов елисей один ты тоже поедешь дали электрички кататься поедешь когда заработаешь на электричку в садике да мама ходит на работу а елисей ходит на работу в садик проехала 1 и сейчас будет другая заработаешь на электричку в садике не будешь а ты ж хотел прокатиться нет уже не хочешь не хочешь один поезд проехал на барьер и шлагбаум не спешат подниматься потому что следом сейчас пойдет 2 вышла тетя диспетчер дежурный встречать поезд и махать ему флажком а потом посмотрим как она барьеры будет проверять до планки защитные люди переходят через переезд не боятся а я я елисей угрожает говорить ругает до дяди и тети которые переходят переезд 3 поехала электричка тут сигналит маши рукой маши лисей будешь махать но маши он тебе посигналит давай один вагон два три четыре пять шесть шесть вагонов вот этого электричка все проехала хочешь прокатиться на электричке смотрите звуковой сигнал исчез электричка вторая проехала сейчас будет подниматься снова барьер и подниматься шлагбаум сейчас будем смотреть ну опа смотрите барьеры опустились да и только потом шлагбаум смотрите кажется что что шлагбаум короткий но на самом деле это не так а он перекрывает всего лишь одну часть движения у медслужба у машин собралась опять пробка большая при большая идем грузовые смотреть это вдали поезда сейчас мы туда пойдем и все посмотрим какого типа закрытого а там дальше какие вагоны стоят цистерна но пойдем смотреть цистерна глянь как локомотив гудит дым у него выходит до фары горят пойдем поближе смотреть и вагона смотри у них вот эти колесные пары и там видишь такие пружинки это амортизаторы чтобы груз который перевозит поезд не распускался ничего с ним не случилось лишь какие двери у него широкие что-то туда загружать буду да а вон там вагона открытого типа в них перевозят уголь руду лес да а закрытого типа в них можно перевозить все 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 очень тяжелое какой локомотив смотри прожектор у него горит у него три фары до 1 посередине и 2 по бокам а вон там какой вагон стоит как называется у сигналит нам локомотив да как называется вагон дункар он что может делать сам разгружаться пойдем поближе посмотрим да ланька сотри локомотив трогается грузовой ничего себе класс такой красивый красный тебя такой дома есть нету ого ржд здоровый какой интересно у него есть вагона о какой поезд у него там в первом отсеке двигатель о и вагоны везет ничего себе длинный поезд будет длинный а нет не длинный всего один два вагона и третий локомотив тоже поехал через переезд а пока поезд смотрите какая технология в этих вагонах во первых есть лесенка вот она лесенка чтобы могли залезть высоко люди смотрите здесь механизм так чик открывается много затвора снимается и только тогда открывается дверь а это у вагонов сцепка видишь там есть шланг вот он шланг внизу есть сама металлическая сцепка поэтому шлангу как я не знаю как вам объяснить но в общем это тормоза какие-то они воздушно пневматические в общем тормоз проходит по всему поезду и когда тормозит например 6000 тонный состав он тормозит всеми колесами вот он этот вагон мы дошли до него наконец вот она видите болтается у него сцепка шланг и вот эта металлическая сцепка так вагоны соединяются между собой еще железные болты все очень надежно а это дункар да для них целых два вагона это что они могут делать сам и лисей разгружаться да давайте рассмотрим внимательно механизм этого дункара смотрите видите здесь створка она при нажатии откидывается и вероятно вот этот вот вагон вот на этом пневмомеханизме будет подниматься вот с этой стороны вверх и опрокидывать содержимое на сторону такие вагоны часто используют на разработках например полезных ископаемых или вот например на цементном заводе использовали такие вагоны и возили песок и разные смеси очень удобно когда вагон сам разгружается и не требуется погрузчик или все смотри а что это за баки под вагоном какие-то баки к сожалению мы не знаем что это но очень интересно вот смотри тоже есть пружинки да на колесных парах чтобы вагон когда вез не расплескался что он везет и не рассыпал да эти пружинки амортизируют его ход в машинах такие тоже есть о кран наверное вагон этот разгружается с помощью крана и рычага ребята вы как думаете ребята смотрите мы дошли до моста в прошлых двух видео мы ходили по такому мосту а сегодня мы под мостом рассматриваем вагоны вагон открытого типа ведь у него есть лестница можно залезть наверх и посмотреть что там но вам это и нам это ни в коем случае делать нельзя это можно делать только работникам железной дороги а эти вагоны тоже интересно разгружается смотрите я вам покажу у них есть вот такие железные штуки и их бьют железными палками и вот это вот крышка дно выходит отходит и высыпается все содержимое все что есть в вагоне но это какие-то старые вагоны они наверное уже не очень эксплуатируется смотрите какая штука написано негабаритное место это наверное как раз чтобы смотреть содержимое вагона это тупик тебя же есть тупик железной дороге тупик вот такой видишь и железная штука стоит чтобы поезд если врезался ну как бы он чтобы вагоном подошел вот тупик такой выше пусть стоит в тупике отогнали а вон там вагоны вагоны и цистерны и смотрите вагона открытого типа закрытого типа и целый поезд с цистернами сейчас мы идем туда их смотреть да ребята как вы думаете что это за две вышки стоят и вот она еще одна что это за вышки о едет поезд ответы кстати пишите в комментариях а еще в комментариях в описании под этим видео вы можете найти книги про поезда так вы сможете узнать о них еще больше всего интересного я думаю на самом деле что эти вышки для того чтобы освещать сортировочную станцию но ответ вы знаете в комментариях под видео мы спросим у наших у нашего специалиста и обязательно вам все расскажем я не какие пути давно по ним поезда не ездили аж травой заросли смотри как будто и не в рельсах стоит а в поезд поезда ходят по траве смотри или сей разобранные рельсы ты видишь когда-то были рельсы саш по рельс нету остались одни шпала бетонные до старые не пригодились разобрали пути но многих вещей есть вторая жизнь и у этих шпал тоже наверняка есть вторая жизнь например их могут переработать в бетонную крошку в камне ну и в цементом и не знаю тут пришли здесь много 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 вагонов и вон они наши цистерны смотрите под колесом поезда стоит башмак это приспособление для того чтобы поезд никуда не покатился вот один стоит под одним колесом о наконец-то мы дошли до цистерн смотрите у них тоже есть лесенка и по этой лесенке можно подниматься наверх закрывать цистерну или открывать елисей а что перевозят цистернах бензина еще что ну может быть но не в железнодорожных цистернах разные жидкости до могут перевозить машинное масло до разные там химические вещества жидкости для жидкости цистерна пойдемте посмотрим поближе кстати смотрите там тоже видите красный башмак стоит под колесом ребята вон он стоит красный башмак чтобы эти вагоны цистерны тоже никуда не покатились вот какие вагоны как много стоит да о а там поезд едет смотрите но здесь так много вагонов что нам даже и не видно что там едет за поезд и с чем он едет видно он только что он там сзади тянет какие-то они И тянет он вагонов, без вагонов. Каким светофор горит? Красным. Что это значит? Проезд запрещен. Так аккуратно ничего не трогать, Елисей. Потому что железная дорога это опасная. Зона повышенной опасности. Вот и дошли мы до переезда. Ничего, мы с тобой попутешествовали. Так пальцами не лезь. Езды все едут и едут машины. Но следующий поезд будет не скоро. Поэтому мы его ждать не будем. Пока-пока поезда и машинки. Едем домой?